Вот опять же население города, районами, и мы помещаем сюда свой детских дошкольных учреждений. И карта отображает загруженность социальных объектов по всей Перми. Цифровая модель региона – уникальная разработка Пермской компании Бюро информационных технологий. При помощи системы можно спрогнозировать нагрузку на инфраструктуру при размещении в черте города того или иного жилого комплекса. Эта Пермская разработка не имеет аналогов не только в России, но и в мире. Сейчас мы реализуем с помощью этой платформы целый ряд задач управления, прогнозирования трудового баланса Пермского края, мониторинга доступности школ и детских садов в городе Перми, ну и целый ряд других задач. Мы считаем, что эта технология имеет большие перспективы и может найти применение не только в задачах Пермского края. Свою систему компания выводит на рынок как резидент технопарка «Марион Диджитал» – крупнейшего в России частного технопарка городского формата в сфере высоких технологий. Его резидентами являются 40 компаний от начинающих стартапов до больших корпораций. Одна из них – компания «Эртелеком» – проводник цифровой трансформации современной городской среды. Также компания обеспечивает социально значимые объекты Прикамья, в частности школы и ФАПы, высокоскоростным интернетом в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика». 566 городов охватывает «Эртелеком» сейчас в стране. И в 52 городах из этого количества мы построили еще дополнительную сеть интернета вещей, которая является самой крупной сетью интернета вещей в России на сегодняшний день. Поддержка технопарков и IT-отрасли на сегодняшний день – одна из приоритетных задач для краевых властей. Планы по дальнейшему развитию глава региона совместно с представителями технопарка обсудили в рамках выездного совещания краевого правительства на базе «Марион Диджитал». Наша задача, чтобы к 2024 году у нас объем цифры в экономике края достиг 4%. Технопарки являются таким знаковым местом для привлечения внимания федеральных властей. Да и, собственно говоря, это уже целая такая городская следа для молодых специалистов, чтобы Пермский край был в точке протяжения для молодых инвестиционных людей. Сейчас власти оказывают всю необходимую поддержку для дальнейшего роста потенциала IT-отрасли. От коронавируса пострадали практически весь бизнес, как крупный, так и средний, так и малый бизнес в первую очередь. Однако третий пакет мер поддержки, принятый правительством Российской Федерации, а также правительством Пермского края позволило уверенно сохранить темпы роста показателей технопарков. Речь идет о снижении по налогу на имущество и на прибыль. А это значит, что в ближайшем будущем можно ожидать роста количества резидентов прикамских технопарков.